а сейчас мы находимся на другой территории которая тоже подвластна нам и наша компания first point management group обслуживает эти два дома эти этажных и вот одна из квартир которая освободилась на этой территории у нас работает другой maintenance анатолий тоже наш славянский человек мы с ним в одной команде вы уже его видели не раз нам жаловать на моих видео и вот он сейчас занимается облагораживанием вот этой квартиры люди вчера выселились а сегодня сдали ключи и вот видите вот так вот они оставляют апартменты мусор ну это будет компания приходить убирать этого обязанности мейтеннесса не входит в обязанности мейтеннесса входит как я уже вам раньше говорил все все перепроверить и что поломано подремонтировать что нужно поменять и вот толик здесь сделал инспекцию и начал уже делать небольшой ремонт вот здесь вздулась одна плитка половая лента он ее снял потому что скорее всего вода наверно туда затекала где-то плохо силикон был изначально положен и она вздулась вот он снял ее почистил проклеил вырезал новую сейчас клей чуть-чуть надо чтоб подстыл минут 15 приклеить ну и потом будет вот это все как говорится подкрашиваться ремонтироваться что надо как я уже сказал менять а потом приедет компания которая занимается генеральной уборкой люди прожили вот видите выселились по-любому нужно где-то вот прожили до нужно вот стены чуть-чуть я не знаю вам на видео видно вот видите где-то поставили метки такие это нужно их прокрашивать все это освежается все это прокрашивается где какая дырочка заделывается шпаклевочкой вот здесь вот видать ребенок был тоже стены видите грязные какие она видно да вам на видео это все нужно перекрасить ковровое покрытие это уже конечно будет меняться потому что видите она уже грязная темная такое если сильно такое грязная то иногда стирается но если не постирается она то его меняют потом будет мыться под давлением воды балкон вот здесь от прошла шаром все помоется чтобы было чистенько и после того как уже компания клининговая это все уберет еще раз проводится инспекция все просматривается и делаются некоторые недоделки там ставится новый калк силикон и потом апартмент уже сдается другим жильцам но я вам не это хочу показать я вам хочу показать то что сейчас у нас штате вашингтон пожары а в калифорнии в оригоне сильные пожары и сегодня дым с тех штатов дошел к нам сюда все это и сейчас я вам покажу чем мы дышим пойдемте вместе с нами будут эти два здания одно west второе из пронумерована мы обслуживаем тоже это наша территория здесь также находятся мусорные баки контейнер почтовые ящики парковки люди здесь живут а сейчас мы находимся на крыше здания west и хочу вам показать какой смог стоит сейчас у нас в сиэтле дым полностью садится к земле и очень тяжело дышать а еще и жара сегодня девяносто шесть градусов по фаренгейту и этот дым вот видно вам горы все в дыму смог вот такой стоит даже солнце еле-еле пробивается к земле вот этот весь дым к нам дошел из орегона из калифорнии вот такая вот у нас ситуация видите солнце еле-еле видно все это не тучи все это дым стоит вот такой туман года два тому назад до толик было тоже очень сильные пожары я помню за день у меня машина такого серебристого цвета я выхожу она полностью такая вот темная как вот это вот покрашен этот бордюр как я подхожу к ней на ней слой такой как спичка чуть толще вся засыпана пеплом представляете и вот как то говорится хочешь не хочешь а приходится даже и маски одевать было такое тогда еще не было пандемии не было вот этого коронавируса но люди одевали маски для того чтобы выйти на улицу и можно было спокойно дышать чтоб не вдыхать этот пепел так что вот такие вот ситуации в жизни бывает мусорная машина поехала сегодня рецайкл забирают по пятницам ну и на заключение немножко технического как то говорится технической информации как устроены крыши больших домов в америке вот видите вся крыша она застелена таким как бы не рубероидом а это прорезиненный такой какой-то настил он как резина он мягкий такой полностью вот видите и он просто клеится методом разогревания факелом его таким вот прогревают склеивают и все это заклеивается также есть вот такие ливневки металлические и вот такие вот стоки которые собирают воду вот с этого участка парапета этого видите оно все стекает здесь вот бордюрчик вот такой вот видите все прорезиненная вода стекает или снег не попадает в этот желуд потом с этого желудка он стекает вот этому по этой трубе сюда на крышу а на крыше здесь уже она собирается все до крыша под уклоном она типа как с краев здания и к середине видите на уклон идет и вода вся стекает вот эти вот уже воронки они закрыты такими скринами решетками чтоб не попадал мусор листья если что чтоб не забивались периодически толик прочищает эту крышу вот недавно он ее чистил листья вот осень когда будет вот эти все листья опадут и очень много этих листьев попадает сюда на крышу приходится несколько раз даже в месяц прочищать это все и вот вы как вы видите вся она так вот прорезинена здесь на крыше выведены все вентиляционные каналы вот это вот каналы которые идут с квартир вентилятора где вытягивают воздух с каждой квартиры с кухни с ландре с машинки которая сушит белье здесь на крыше установлены вот вот это кондиционер холодильник для кондиционера вентилятор вот это холодильник для лифта шахтах лифтовая вот этого полностью установлена тоже видите здесь есть ливневка гатор труба где вода стекает вот это тоже вентилятор тоже холодильника кондиционера который охлаждает мотор и двигатель электрический который работает на подъем лифтах дело в том что электромотор который вот лифтом управляет и приводит его в движение он нуждается тоже в охлаждении и там стоит специальный кондиционер который охлаждает этот двигатель и вот это от него вентилятор стоит тот кондиционер уже который работает на весь дом для охлаждения дома и все вот это вот полностью все вентиляционные каналы которые выходят уже с каждой квартиры вот так вот устроена крыша в американских домах гарантия на эту крышу 50 лет строители дают но бывает такое что где-то и подтекает где-то плохо может быть проклеили или прогрели где-то трещина на шве но повредиться она не повредиться разве что сюда какой-то кирпич упадет но кирпичи не летают слава богу вот это видите здесь все проклеивали даже латочки вот такие отложения для того чтобы это все проклеить ну и естественно шахта выхода на крышу закрывается герметически люк по которому мы сюда поднялись здесь вот лестница и уже спускаясь оттуда вот как-то так также подведена вода сюда на крышу для того чтобы можно было промыть ее подключить шланг видите чтобы сделать уборку если нужно промыть каналы все дождевые или еще что-то так что как то так на этом все пока пока и а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok